Традиционная 14-я шайтан-регата состоялась 8-9 июня, несмотря на все неблагоприятные прогнозы на озере Иткуль Челябинской области. Базовый лагерь расположился в прелестном березнике на берегу озера кемпинга берег Крыма. 7 июня в пятницу по плану заезжали участники, обустраивались и собирали катамараны. Дождь сменил гнев на милость, вечерело. На водной глади опускался туман, и те немногие смельчаки, кто приехал, собрались за столом с кружечкой чая, чтобы поздравить именинника Юру Гостюхину. 8 июня, суббота. Прогноз погоды на радость приехавших поменялся. Дождь отложили на поздний вечер. Участники продолжили готовить свои корабли к гонкам. Настроение у всех бодрое. А когда было иначе на шайтан-регате? Когда-то, 14 лет назад, именно с этой регаты начались наши парусные соревнования и объединение в Уральский парусно-туристский клуб «Паруса Урала». Именно он и является сейчас организатором многих наших регат и местом притяжения очень разных непохожих людей, но увлеченных духом парусного туризма. Интересно наблюдать за этими увлеченными людьми. Они, как дети, готовы часами возиться со своей любимой игрушкой, собирать ее, придумывать и вносить массу изменений в конструкцию катамарана, чтобы улучшить его ходовые качества, быть быстрее и первее в соревнованиях. Он по прогнозу должен быть вот так вот. Руководитель клуба «Паруса Урала» Алексей Саладун, он же судья на этой регате, открыл ее и провел собрание капитанов. Станция нарисована на схеме. Старт и финиш выполняем с берега. В 13 часов начинаем стартовую процедуру 5-минутную. Гудок 5 минут до старта. Гудок 2 минуты до старта, гудок минуты до старта и длинный гудок старт. Флагами дублировать ситуацию не будем. Хортует с любой точки берега, с какой ему удобней. Значит, вот, куда я показываю, там находится чаечный остров, он виден. Его огибаем правым бортом, ну то сделаем петлю яйца называется. Уходим на шайтан. Шайтан огибаем левым бортом. Вот она нарисована схема, можно перефотографировать. Левым бортом возвращаемся к чаечному острову. Огибаем также левым бортом, также яйца. И возвращаемся, финишируем в берег. На воде у нас работает фасаде. 433-200. Евгений, прошу всех сейчас подойти и зарегистрироваться. Секретарем сегодня поработает Лена. По окончании гонки у нас предусмотрен праздничный харчо от клуба. И потом с праздничного харчо мы, я так понимаю, притекаем на праздничный стол к имениннику. По уточненному прогнозу обещали слабый ветер. Решено было провести для начала шайтан трофи. Дистанция немаленькая и при таком ветре могла затянуться на весь оставшийся день. На дистанцию вышло 10 кораблей. Немного, но зато самые отважные. В 13.05 был дан старт. Старт! Не все смогли стартануть. Даже с берега. Всех деталей этой гонки я вам не расскажу, потому что мы остались береговыми наблюдателями. Но по движению катамаранов на первую точку сделали вывод, что гонка будет затяжной. И ждать их нам придется до позднего вечера. Но не тут-то было. Как всегда, на середине озера ветер не соответствует тому, что на берегу. Не успели мы еще морковку почистить на праздничный ужин. А они уже огибают шайтан камень. Через два часа появились первые финиширующие. Вначале, конечно, большие корабли. Первым финишировал Юра Гостюхин на бинго даке 19. Затем Манюня даке 17. С капитаном на минуточку Евгении Митиной. А за ними и Висекиса, именуемая Синара. С капитаном Максом Пеевым. 16-16, запомните. 16-16. Все остальные корабли финишировали чуть позднее. И в 5 часов вечера проведено собрание капитанов, на котором почти все единогласно гонки заменили на вкусный ужин. Все хотят вкусно поесть. Да. За 17 часов вот там, значит, всем быть при параде, потому что будем вручать грамоты диких количеств. Заслуженным, незаслуженным. В общем, и наказывать непричастным. Да, непричастным. Поэтому всем быть при параде, значит, все будет по-другому. Ужин, как всегда, мастерски приготовлен Натальей Черепановой и ее помощницами Олесей, Татьяной и Галиной. Как же вкусен на природе горячий супец, да с кружечкой не менее горячего грога. К тому же в кругу таких веселых и замечательных людей. Какие все голодные, да? Мы хотим всех каким-то образом отметить за каждое, за каждое сделанное ими дело. В учебно-тренировочном походе Оргазит 2024 награждается матрос Мещеряков Альберт. Уже не матрос. Пожалуйста, идите еще. Награждается за участие в учебно-тренировочном походе Оргазит 2024 капитан катамарана Буратино Сергей Кибальник. А есть ему индивидуальное за этот пируэт? Дельная грамота с Аверкилем. Герман? За участие в учебно-тренировочном походе Оргазит 2024 награждается капитан катамарана Бинго гостюфин Юрий, он же именинник. За прохождение теоретического курса школы парусного туризма награждается Бутникова Галина. Я не сдала, можно на второй год? Нет. Нет, чего нет-то? Нельзя. Не мог бы на третью. Награждается Назаренко Алексей. Ура! У меня весна груза, как Буйку. Спасибо. Пожалуйста, приходите еще. Красивая фотография. Вот тебя за Оргази и за теоретический курс. Очень рада, что ты присоединился. Так, Сергей, ну все-таки Юра выдержал свое обещание. У тебя больше, у Сергея больше всех грамотных. У Сергея больше всех номинаций. Балов или грамотных? И балов, и номинаций, и грамот, и эмоций. Заслужил. А название-то есть? Название-то какое? К-14? К-14. Это подводная лодка. Объяви, объяви. Судно Сипкат-16 называется Банзай. Банзай! Банзай! После вкусного и сытного ужина гоняться под парусом при слабеньком ветерке никто не захотел. Расчехлили другие плавсредства и устроили в предзакатных лучах академическую греблю на байдарках. Погребчик. Случилось даже несколько овергилиев, пусть и байдарочных, но как же без них на шайтан-регате? Сейчас в баню, Женька, хочешь, не хочешь, пойдешь. Сейчас в баню пойдешь. И очень кстати была натоплена походная баня. Все промокшие отогрелись и все желающие прогрелись так, что Иткуль казался теплым и комфортным. Иткуль казался теплым и комфортным. 9 июля в воскресенье уже с полночи зарядил обещанный проливной дождь. Увы, мокро, но мы туристы бывалые, нас не напугаешь таким природным явлением. Капитаны и матросы не стали пережидать дождь и приступили к разбору кораблей. Задерживаться в такую чудесную погоду никому не хотелось, и один за другим мы разъехались по домам. До новых регат, друзья!